В доме супругов Надежды и Николая Перепелкиных с утра многолюдно. Сотрудники управления соцзащиты помогли накрыть стол. Глава семьи в этом году почти не выходит из дома. Больные ноги. Но без поздравлений ветераны не остались. Здравствуйте. Здравствуйте. Он участвовал в обороне Кавказа, она лечила раненых в госпитале Одессы. День победы для Николая и Надежды дорог вдвойне. Сразу после великого праздника супруги отмечают годовщину свадьбы. Они поженились 11 мая 67 лет назад. Глава города готов выполнить любые просьбы у ветеранов. Но супруги говорят, есть все, здоровье только подводят. Анатолий Пахомов предлагает путевку в один из лучших санаториев. Причем дату для отдыха фронтовики могут выбрать любую. Хорошая материально-техническая база здравоохранения. Поэтому сейчас только жить. И надо пользоваться всем, что у нас есть. Я готов лично всегда оказать помощь. Спасибо большое. Еще одна пара Григория и Александра Новиковой принимают у себя главу города в гостях впервые. С праздником вас. С Днем Победы. Спасибо вам большое. Григорий Семенович, поздравляю. Так точно. В непринужденной обстановке за чашкой чая ветераны обсуждают с мэром то, как изменился город. Григорий Семенович, как бывший водитель, считает нынешнюю дорожную схему в городе очень удачной. Правда, за руль в последнее время не садится. Могу вас провести по новым дорогам. Спасибо. Я сейчас смотрю на любую скоростную дорогу. Ну, это дублер вы. Супруги Новиковы также получили предложение поехать в санаторий и памятные подарки. Чайный набор. Я вот думаю, что он вам очень понравится. Спасибо. Сейчас на территории курорта проживает более тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Никто из них накануне Дня Победы не остался без внимания. Галина Моисеева, телекомпания «ВКТ». Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны. Продолжение следует...